МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нобелевский лауреат. Писатель Роман Ролан утверждал, что лучше узнать истину наполовину, но собственными силами, чем узнать ее целиком, но с чужих слов. И выучить, как попугай. Если вы готовы к поискам истины, давайте начнем прямо сейчас. С вами я, Олег Шишкин, и в эфире программа «Загадки человечества». Нам угрожает восстание машин. К такому выводу пришли создатели роботов из США. Чем искусственный интеллект угрожает человечеству? И почему эксперты считают, что Третью мировую войну начнут беспилотники? Ха-ха-ха. Теперь вы рабы, а мы роботы. Хозяева. Ваш мир наш. Ветер, ветер, ты могуч. Как приручить ураган и укротить смерч? Можно ли управлять стихией? Что на Москву надвигается ураган, МЧС предупредил всего за несколько часов. В результате пострадало 200 человек. Косой переулок в Перу. Куда студентам Хогвартса стоит отправиться за покупками? Где продают лучшие волшебные палочки и ставят диагнозы с помощью морской свинки? Вот, попробуй, дорогой. Очень сильная вещь. Ты же хочешь встретиться со своими предками? Украинский граф Дракула. За что черниговского полковника Дунина Барковского окрестили вампиром? Чем прославился так называемый кровопийца? Там якобы обнаружили его нетленные останки, однако его глаза были наполнены кровью. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Руководитель фонда ответственного роботостроения Нойл Шаркин считает, что Третью мировую войну начнут роботы. К такому выводу он пришел, проанализировав способности интеллектуального оружия, которое есть в арсеналах крупнейших держав. Чем опасна техника, которая сама принимает решение? Неужели нас ждет восстание машин? И сможет ли человек предотвратить этот сценарий? Это испытание новейшего американского робота «Атлас», созданного специально по заказу Министерства обороны США. Кажется, после такого удара в спину машина выпустит в обидчика пару зарядов из бластера. Но «Атлас» демонстрирует невероятную терпеливость и хорошие интеллектуальные способности. По словам создателя, именно умение анализировать ситуацию вокруг себя и отличает простую железную коробку на радиоуправлении от искусственного интеллекта. Сейчас искусственным интеллектом называют программу, которая достаточно умная, это как нейросеть, дип-лейнинг нейросеть, которая может принимать самостоятельные решения. И чем больше мы развиваем IT-индустрию, тем более мощные компьютеры, процессоры, тем более сложные алгоритмы и решения может принимать такая искусственная сеть, искусственный интеллект. В условиях войны ее единственное назначение самостоятельно определять цель и убивать. По сути, эта система — автономное оружие. Она не способна думать как человек, у нее нет чувств и морали. По словам экспертов, это самое опасное, ведь для нее все мы не люди, а цифровой код. Многие пытаются сбить настройки эти системы. То, что называется в английском языке, есть такой термин «friendlifier». То есть, когда ты сбит собственным огнем. И этого на войне не просто какие-то единичные случаи, этого на войне реальные проценты, это реально большая проблема. Из-за бесчисленного количества таких ошибок полностью автономное оружие признано негуманным. Но в условиях Третьей мировой войны сегодняшние запреты теряют силу. В гонке вооружений конструкторы создают все больше смертоносных машин, которые не нуждаются в человеке-операторе. А роботы превратятся в универсальных солдатов, универсальных военных тоже будут использовать роботы. Потому что зачем использовать людей, проливать кровь, если можно конфликт разрешить через роботов. Ну, например, армия роботов в одной стране, армия роботов в другой стране. Друг друга напали, роботы всех перебили, друг друга перебили. И выяснилось, что победила страна номер один. Потому что у нее были самые сильные роботы. Казалось бы, заманчивая перспектива. Бескровные войны, где в списках погибших будут значиться только наименование техники. Но разве не так начиналось восстание машин в одном из самых знаменитых голливудских фильмов? Что если в один момент эти автономные армии обернутся против своих создателей? Футурологи не раз высказывали предположение, что Третья мировая война может оказаться не противостоянием государств, а борьбой человечества с собственным оружием. К счастью, такой сценарий маловероятен. Во всяком случае, пока. По оценкам робототехников, сейчас искусственный интеллект сопоставим с уровнем развития трехлетнего ребенка. Чтобы искусственный интеллект стал вдруг нам не подвластен, нужен скачок. Если просто так будет наращиваться вычислительная мощность, то программа искусственный интеллект будет просто ее быстрее и быстрее считать. Ну и что? Вероятно, что система сама сделает новый качественный скачок. Но мы не знаем, когда. Единственная реальная угроза, которую искусственный интеллект представляет уже сегодня, кроется в его несовершенстве и уязвимости. Любая поломка может спровоцировать вооруженный конфликт. Если есть действительно напряженность, то вот провокация может произойти. Эта провокация будет связана с какой-то вот ошибкой или с провокацией по отношению к роботам. Например, система вооружения стоит с ракетами, то случился программный сбой, раз ракета улетела, все, раз и конфликт. Возможно, именно поэтому сегодня роботам не доверяют управление ракетами. Ведь вовремя понять, что красную кнопку нажимать нельзя, может только человек. Даже если все приборы будут говорить ему о необходимости атаковать. 1, 2, 3, 4, 5. Станислав Петров — советский военный. Во всем мире он известен как человек, предотвративший ядерную войну. 26 сентября 1983 года ошибочно сработала система предупреждения о ракетном нападении со стороны США. Вопреки логике и инструкции, чисто интуитивно он перепроверил данные и спас мир от катастрофы. Робот бы так никогда не поступил. Далее в программе. Ветер, ветер, ты могуч. Как приручить ураган и укротить смерч? Можно ли управлять стихией? Что на Москву надвигается ураган, МЧС предупредил всего за несколько часов. В результате пострадало 200 человек. Не в Трампе сила. Почему аналитики не верят в возможность президента противостоять Федеральной резервной системе? Кто на самом деле руководит Америкой? Демократии не существует. Президентство покупается за деньги. Миллиарды и миллиарды долларов были заплачены за пост главы США. Куда приводят мечты? Как объяснить роковые совпадения и невероятные стечения обстоятельств? На что способны наши мысли? Будет даваться ситуация подобная, но еще хуже для прохождения уроков. То есть это потребует еще больших затрат. Незримый патруль. Ученые предполагают, что пирамиды могут создавать защитное поле планеты. Но каким образом они охраняют нашу Землю? От каких угроз могут спасти древние памятники? И смогут ли выполнить эту функцию новые сооружения, построенные сегодня? Это должна была быть более развитая цивилизация. Даже более развитая, чем наша. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские ученые раскрыли секрет появления ураганов. Нижегородские климатологи в лабораторных условиях воссоздали морской смерч. Оказалось, свою мощь он набирает в результате трения о воду. Как это открытие поможет в борьбе со стихией? И можно ли превратить бушующий шторм в легкий бриз? Как приручить ветер? Адский, а так назвали ураган, прошедший в Москве в этом году. По словам экспертов, он стал самым разрушительным за последние сто лет. Порывы ветра срывали крыши, корежили остановки общественного транспорта, гаражи, вырывали с корнем 60-летние деревья. Стихия унесла жизни 16 человек. Еще 200 получили ранения. Когда на Москву надвигается ураган, МЧС предупредил всего за несколько часов. Однако многих людей эта информация как бы не напугала. Никто не предпринял никаких мер по защите. В результате пострадало 200 человек. Ущерб составил несколько сотен миллионов рублей. Спустя три месяца генпрокуратура заявила, одной из причин катастрофических последствий стал неточный прогноз, предоставленный гидромицентром. По оценке синоптиков, порывы ветра не должны были превышать 22 метров в секунду. Однако фактическая скорость оказалась в полтора раза больше. Но почему метеорологи ошиблись? Несмотря на огромное количество техники, которые располагают метеорологи, это современная техника, это сенсоры, это спутники, это мощные компьютеры, все равно достаточно сложно определить внутреннюю силу давления урагана и силу ветра. Поэтому зачастую прогнозы бывают недостаточно точными, недостаточно верными. Но открытие ученых из Нижнего Новгорода поставило, в общем-то говоря, метеослужбу на новую ступеньку развития. Воссоздав ураган в лаборатории, отечественные ученые нашли ошибку. В своих расчетах метеорологи прогнозировали скорость ветра, исходя из теории, что волны на водоемах, особенно морях и океанах, это естественное препятствие, замедляющее стихию. Иными словами, чем выше волна, тем больше она тормозит ветер. Но на деле все оказалось по-другому. С помощью высокоскоростной камеры, которая фотографирует полмиллиона кадров в секунду, удалось разглядеть, что сильный ветер не делает волны больше, а наоборот расплющивает их. Получается, препятствия никакого нет. Эпицентр тайфуна выглядит не так, как раньше думали ученые. Во время московского шторма супруги-блогеры Светлана и Алексей увидели центр вихря, так называемый глаз урагана, прямо из иллюминатора самолета. Оказалось, что самое страшное творится именно на Земле, а не в небе. Здесь над облаками все отлично. Очень хорошая погода, можно походить, загорать, ставить шезлонги, властикремы, все хорошо. Но и наверху не все так безоблачно. По статистике, 15% всех авиакатастроф происходит по вине ветра. Именно поэтому во время московского шторма большинство пилотов приняло решение уйти на запасной аэродром. У нас лимитированный запас топлива и времени. У командира не было выбора, кроме как продолжить путь и совершить посадку в аэропорту Хельсики. На снимках со спутника ураганы выглядят как нежные белые цветы. Именно поэтому долгое время даже самым сильным тропическим тайфунам присваивали только женские имена. Мужские названия появились лишь в 80-х годах прошлого века, когда эксперты признали ураганы самыми частыми и разрушительными среди всех природных явлений. Ученые рассчитали, количество энергии, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, равно энергии ядерного взрыва мощностью в 30 мегатонн. Это в тысячу раз больше, чем от обеих бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Вышел тропический сокон в Индийском океане. Он не был предсказан, и погибло около 300 тысяч человек. И аналогичная траектория циклона спустя два десятка лет была предсказана. Да, люди погибли, ну, 30 человек. Вот характеристики, вот просто цена, стоимость деятельности прогнозистов-метеорологов. К счастью для России ураганы такой силы нам не угрожают. Однако терять бдительность не стоит. Во время урагана Ирма, который был в два раза мощнее московского шторма, на всей территории Карибского бассейна погибло 55 человек. В российской столице за полдня 16. Остается надеяться, что последние открытия помогут сделать прогнозы точнее и избежать жертв в будущем. Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система нуждается в модернизации. Сегодня внутренний долг США превышает 19 триллионов долларов. Это примерно 103% от ВВП страны. Однако, по мнению аналитиков, дальше громких заявлений президент не пойдет. Последним, кто пытался противостоять системе, был Джон Кеннеди. И, как считают конспирологи, именно это стало главной причиной его убийства. Почему даже лидер страны оказывается бессильным перед финансистами? Кто на самом деле стоит за этой всемогущей организацией? Дональд Трамп объявил войну Федеральной резервной системе еще до своего избрания президентом. В марте 2016 года, выступая перед избирателями, он сообщил, что проведет там аудиторскую проверку. Иными словами, он решил проверить, насколько законна деятельность ФРС и чем на самом деле занимаются в одной из самых влиятельных организаций мира. Напомню, что в Америке нету центрального банка в европейском или российском понимании этого термина. ФРС – это частный центральный банк, созданный крупнейшими коммерческими банками США. И они суживают валюту федеральному правительству США. То есть, по сути, доллар – это не валюта США, это валюта ФРС. В Америке нет своей валюты, как есть у нас. Первым, кто хотел восстать против ФРС, стал Кеннеди. 4 июня 1963 года он подписал указ, которым восстанавливал конституционное право властей США на выпуск денег в обход ФРС. Чем это закончилось, хорошо известно. Как считают конспирологи, ответ банкиров не заставил себя ждать. Многие эксперты до сих пор уверены, истинной причиной смерти Кеннеди стало его намерение пойти против так называемой элиты, настоящего правительства США, а, возможно, и всего мира. Как только попытались установить контроль на частные структуры, печатающие деньги и дающие правительству США в долг эти кредиты, с ними почему-то происходили неприятные случаи, связанные с убийством. Когда Барак Обама только занял пост президента США, он тоже говорил о необходимости контроля над ФРС, но очень быстро отказался от своих слов. Банкиры с Уолл-стрит правят бал во всем, что касается финансовой политики. Демократии не существует. Президентство покупается за деньги. Миллиарды и миллиарды долларов были заплачены за пост главы США. Президент США – самый обычный шоумен. По мнению экспертов, сегодня у Америки всего два пути – увеличивать свой кредит и играть по правилам магнатов, или найти, точнее создать, нового кредитора, который согласится перезанять стране столь внушительную сумму. Но кто пойдет на такое и на каких условиях? С точки зрения экономики США – полный банкрот. Федеральный долг составляет почти 20 триллионов долларов. Все выходит из-под контроля. Сегодня доллар – это просто бумажка. Будете вы использовать эти слова в эфире или нет, можете вырезать то, что я скажу. Но доллар стал восприниматься во всем мире как ничего не стоящий клочок бумаги. Так называемую ставку, минимальную цену за доллар, устанавливает именно ФРС. Это чиняет 19 человек из организации. При желании они могут разрушить всю экономику Америки и изменить ход мировой истории. Но, как считают эксперты, такое вряд ли случится. Чтобы не кричали на выборах кандидаты в президенты США, попадая в овальный кабинет Белого дома, они забывают все предвыборные обещания. Сила доллара – это стабильность Америки, а для ФРС – возможность держать власть в своих руках. Так что и Трамп будет играть по этим правилам. Но должны ли мы играть по этим правилам? Изначально, когда ФРС только создавалась, доллар был обеспечен золотым запасом США. Но сейчас, по мнению экспертов, у мировой валюты уже нет такой поддержки. Что сегодня Россия делает? Она накапливает золотой запас, чтобы подкрепить им рубль и создать новую альтернативу доллару. Лично я подозреваю, что 8 тысяч тонн золотого американского запаса – это миф. Их не существует. На сегодняшний день доллар возвращается только танками «Абрамс» и истребителями F-16. И эти истребители выглядят довольно жалко, насколько можно судить по тому, как они показывают себя в бою. Наша оборонная промышленность признана экспертами всего мира. Что касается платежных систем и банковских расчетов, то это, как считают эксперты, лишь вопрос времени. Рано или поздно американский доллар перестанет быть мировой валютой. И это не должно стать для нас неожиданностью. Далее в программе. Куда приводят мечты? Как объяснить роковые совпадения и невероятные стечения обстоятельств? На что способны наши мысли? Будет даваться ситуация подобная, но еще хуже для прохождения уроков. То есть это потребует еще большего затрата. Косой переулок в Перу. Куда студентам Хогвартса стоит отправиться за покупками? Где продают лучшие волшебные палочки и ставят диагнозы с помощью морской свинки. Вот, попробуй, дорогой. Очень сильная вещь. Ты же хочешь встретиться со своими предками? Украинский граф Дракула. За что черниговского полковника Дунина Барковского окрестили вампиром? Чем прославился так называемый кровопийца? Там якобы обнаружили его нетленные останки, однако его глаза были наполнены кровью. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые из Мельбурнского университета предположили, что так называемые роковые совпадения происходят из-за особенностей нашего подсознания. Они считают, что образы и события, которые занимают мысли человека, могут проецироваться в реальность. Может ли эта гипотеза объяснить невероятное истечение обстоятельств? Как эти события влияли на ход истории? И можно ли запрограммировать свою жизнь на счастливый сценарий? Знаменитый археолог Генрих Шлиман всю свою жизнь мечтал найти древнюю трою, описанную в поэме Гомера Илеада. Исследователи считают, желания и мысли ученого имели такую энергетику, что он не просто обнаружил заветный город, но и встретился лицом к лицу с главными героями любимого произведения. На острове Итака, когда он отправился в свое путешествие, первым, кого он встретил на острове, был местный житель. И его звали Одиссей. Причем женой его звали Пенелопа. Каково же было удивление археолога, когда он об этом узнал. Ученые объясняют этот феномен способностью человеческого мозга концентрироваться на определенной цели и таким образом отсеивать ненужную информацию. Как бы проецировать свою мысль в реальность, делать ее осязаемой. Если человек постоянно думает о чем-то, это начинает окружать его везде. К примеру, думает человек о цифре 101, а потом вдруг понимает, что ровно 101 шаг отделяет его от подъезда до поворота к метро. Ровно 101 секунду он едет в лифте в свой офис и так далее. Правда, не все специалисты считают эту способность даром. Ведь чаще всего мы концентрируемся на проблемах и переживаниях и, обдумывая прошлое и несчастье, можем легко навлечь на себя новые. Так историки отмечают, что американский президент Джон Кеннеди не раз писал в своих дневниках о трагической гибели Авраама Линкольна. Линкольн был избран в 1860 году, Кеннеди в 1960 году. То есть разница в 100 лет. И того, и другого убили. Оба были демократами и боролись за равноправие белых и черных представителей Америки. Оба были убиты выстрелом в голову и сзади. Конспирологи, в свою очередь, объясняют странные совпадения в жизни американских президентов фактом воплощения одного и того же человека. По их мнению, Кеннеди – это реинкарнация Линкольна. И он из одной жизни в другую проходил через одинаковые события. Потому что если человек не отработал что-то, ему дают такую же ситуацию. Будет даваться ситуация подобная, но еще хуже для прохождения уроков. То есть это потребует еще больших затрат. Сторонники этой гипотезы считают, что порой люди, проживающие жизни по кругу, в своих новых воплощениях не сильно меняются внешне. К примеру, основатель знаменитого бренда спортивных автомобилей Энсо Феррари очень похож на футболиста Миссута Азиля. Энсо Феррари умер в августе 1988 года, а Миссут Азиль родился буквально через несколько месяцев, в октябре того же года. Вполне вероятно, что душа Феррари очень быстро вернулась на Землю в новом воплощении. Ученые говорят, совпадения во внешности людей и событиях в их жизнях могут также объясняться феноменом, который впервые описал еще в прошлом веке швейцарский психолог Карл Юнг. Карл Юнг ввел такой термин, как синхроничность. На первый взгляд, синхроничность подразумевает под собой одновременность. Но Юнг смотрит на это с широкой точки зрения. То есть события непричинным путем повторяются вне зависимости от их распространения во времени и пространстве. Согласно гипотезе синхроничности, если что-то происходит в настоящем, то это уже было в прошлом и повторится в будущем. В этом и есть причина необъяснимых совпадений, случающихся с людьми в разное время. Сторонники этой теории считают, человек бессознательно может предчувствовать грядущие катастрофы. В 1898 году вышел фантастический роман Моргана Робертсона «Гибель Титана». В нем описывается крушение огромного морского лайнера при столкновении с айсбергом. Через 14 лет затонул Титаник, причем совпали не только характеристики вымышленного Титана и реального Титаника, но и месяц их гибели и количество жертв. Исследователи считают, если человечеству удастся выяснить природу необъяснимых совпадений, то эти знания смогут стать основой для создания настоящего оракула. Огромной базы данных, которая, анализируя повторяющиеся события, будет выдавать стопроцентно точные прогнозы на будущее. У меня в руках ловец снов. Это самый популярный товар на рынке черной магии в Чикайло, на севере Перу. Считается, что эта нехитрая игрушка способна пробудить дар ясновидения и избавить от кошмаров. Меркада Маделла – самый знаменитый магический рынок в мире. Здесь, по словам торговцев, можно приобрести предметы для гаданий, жертвоприношений и приворотов, а еще поправить здоровье. Чем лечат своих пациентов перуанские волшебники? Кто покупает сомнительные снадобья? И как средневековое колдовство выживает в условиях цифровой эры? Пестрый, шумный, загадочный – так выглядит самый волшебный рынок мира – Меркада Маделла в перуанском городе Чиклайо. Здесь колдуны и шаманы на местном наречии Курандерос торгуют ритуальными предметами, целебными травами и прочим необычным товаром. И, что удивительно, рынок этот невероятно популярен. Цена лечения у любого колдуна в несколько раз меньше, ниже, чем стоимость, скажем, лечения у врача. То же самое в Перу. Поэтому люди со всей страны тянутся в этот город, чтобы излечиться от каких-то болезней или на будущее себя обезопасить от каких-то болезней. Как считают специалисты, у перуанской магии очень древние корни. После прихода конкистадоров и христианских миссионеров Курандерос были вынуждены укрыться в труднодоступных местах. И хотя сегодня колдунов уже никто не преследует, Чиклайо все же можно назвать одним из последних оплотов шаманизма на этих территориях. Но это не просто музыкальные инструменты. Это талисман. Он злых духов отгоняет, болезни всякие. Все плохое уйдет. Неотъемлемая часть Меркада Моделла – предсказатели. Здесь гадают на картах, кофейной гуще, по линиям руки и даже при помощи морской свинки. Происходит это следующим образом. Человек приходит со своей проблемой, садится здесь же и достает живую морскую свинку, и его этой морской свинкой водят по нему как губкой, как бы сканируют, а потом спарывают ей живот и по вывалившимся из нее внутренностям смотрят, что там у человека болит. Вот как они выпали, так значит. По сути, гадание такое. Достаточно зловещее. Но до сих пор еще существует. Невероятно! На рынке черной магии можно купить даже наркотические и психотропные препараты. Помимо трав на прилавках лежат листья коки и галлюциногенные грибы. Скажем, ну, человек заболел, там, даже если просто хандрит, плохое настроение, нет аппетита, нет сна, то когда он начинает принимать наркотики, галлюциногенные препараты, все это воздействует на него. Он чувствует, он оживает первое время. Он, в общем-то, чувствует себя гораздо лучше и разносит славу об этих колдунах, что вот они меня за несколько дней подняли, поставили на ноги. Но, правда, что потом, через месяц и через год будет, это уже другой вопрос. Вот, попробуй, дорогой. Очень сильная вещь. Ты же хочешь встретиться со своими предками? Кактус Сан-Педро произрастает на небольшой части перуанской пустыни и является мощнейшим галлюциногеном. Чем больше ребер, тем сильнее вещество. Местные шаманы используют его для общения с мертвыми. Иногда туристам предлагают обойтись без посредников и самим задать все вопросы покойным. Их используют не для того, чтобы получить удовольствие, а там практическая цель. Это встретиться с предками. Ты впадаешь в такое состояние транса и можешь пообщаться со своими предками, и они тебе дают какой-нибудь совет. Ну, на мой взгляд, это галлюцинация. Я вообще решил попробовать, но у меня ничего не получилось, кроме расстройства желудка. Я никаких предков не встретил. Ну, может быть, я неправильно его вварил. Я не знаю, этот кактус. Чиклайо находится в 770 километрах от Лимы, столицы Перу. Это не самая оживленная часть страны, и, по словам экспертов, именно такое расположение обеспечивает колдунам своего рода защиту. Местные полицейские, как правило, закрывают глаза на происходящее и собирают с шаманов взятки. Так называемый налог на колдовство. Что касается городских чиновников, то здесь они и сами не брезгуют магией. Когда на карту поставлено многое, ну, например, закладывается крупный торговый центр или какое-то многоэтажное здание. И прямо очень надо, чтобы хорошо стояло. Ну, значит, вот под фундамент могут принести человеческую жертву. Но это все нелегально и запрещено, и практикуется уже редко, к счастью. Казалось бы, современные технологии и развитие медицины должны были изжить ведовство и целительство. Но получилось совсем наоборот. Эксперты утверждают, благодаря интернету и телевидению про рынок в Чиклайо узнали по всей планете. И теперь за шаманскими штучками выстраивается очередь клиентов из других государств. Доклад о том, как человеческая кровь влияет на диету летучей мыши мохноногого вампира, наградили Шнобелевской премией. В научном мире подобные труды, как правило, не попадают в разряд серьезных. Меж тем, ряд исследователей считает, что упыри, так на Руси называли кровопийц, существовали на самом деле. Больше того, в царской России, согласно архивам, жил свой собственный Дракула, полковник Дунин Барковский из Чернигова. На его счет историки записали около 200 жертв. Каким образом бывший военный превратился в урдалака? И кто сумел победить черниговского короля ночи? С этим местом связано много тайн и загадок. Именно тут, в Елецком монастыре Чернигова, 50 лет назад снимали первый советский фильм ужасов Вий. А на рубеже 17-го и 18-го столетий здесь, по словам местных жителей, наблюдалось массовое исчезновение людей. Но что или кто стал тому причиной? И какую тайну хранят стены этого монастыря? Пропадали люди, и были найдены страшные останки их тел. И в итоге, в течение полугода пропало, по разным сведениям, не менее 50 человек, которые были убиты именно восставшим из гроба, как говорили местные люди, полковником Дунином Барковским. Граф Дракула с казацким чубом. Так называли генерального обозного, старшину казацкого войска Василия Дунина-Барковского. Его предок, странствующий рыцарь Петр Влост, прослыл чернокнижникам и алхимикам. Да и самого его жители Чернигово подозревали в связях с нечистой силой. Ходили слухи, что он занимался черной магией, что он занимался оккультизмом, и он был богат. И опять же, ходили слухи, что он заключил контракт с самим сатаной, который поведал ему секрет превращения алхимического из любого металла или из свинца в золото, поэтому он настолько был богат, но на том условии, что после смерти он станет вампиром. Поведение полковника Дунина-Барковского действительно казалось странным. Будучи невероятно богатым человеком, он регулярно давал деньги на строительство храмов, хотя сам, по рассказам историков, в церковь не ходил. Но самое любопытное, все вопросы генеральный обозный решал поздно, вечером или ночью, а спать предпочитал днем. Все мы знаем о существовании румынского графа Дракулы, однако не только Дракула должен быть так широко известен, но и его своего рода собрат украинский упырь из-под Чернигова, полковник Дунин-Барковский. Вскоре после его смерти стали происходить очень удивительные и непонятные события. Весной 1702 года Василия Дунина-Барковского, как он и завещал, похоронили на территории Успенского собора Елецкого монастыря. Однако, по рассказам очевидцев, уже в первую ночь после погребения в Чернигове началось нечто невероятное. В округе этого места начали исчезать люди. Те люди, которых удалось найти, были обезображены. Малова говорит, что это самый Черниговский упырь, воскрес, или, по крайней мере, воскресал периодически. По легенде, изо дня в день ровно в полночь из ворот Елецкого монастыря выезжала черная карета, запряженная шестеркой вороных. Она неслась через Красный мост в имение покойного полковника, и в ней люди замечали странную фигуру, в которой позже узнали Дунина Барковского. Звучит невероятно, но карета останавливалась у старого колодца. Из нее выходил покойный обозный и, наводя ужас на слуги домочадцев, указывал пальцем на заброшенную креницу. Вот только каждый раз перед рассветом Василий буквально растворялся в воздухе. Однако, прежде чем исчезнуть, он приходил к колодцу и наклонялся, что-то бормотал, долго туда всматривался, в этот колодец. Никто не мог понять, что это такое, но люди, которые были встревожены и испуганы всем происходящим, в какой-то момент собрались с хоругвами в одну из ночей навстречу вот этому призраку. Когда поздно ночью призрачная карета сноменюника, ей навстречу вышла целая процессия во главе с местным архиепископом. Как только люди заприметили призрака, Владыка воздел над собой крест. В этот момент кони шахнули, карета упала в реку с моста, а сам Дунин Барковский оскалил страшные клыки и громко завыл. Какой-то секунду, в какое-то мгновение растворился. После того, как могила этого человека была вскрыта, там якобы обнаружили его нетленные останки, однако его глаза были наполнены кровью, они были красные, так же, как и в рот, зиял в оскале. Все это было довольно страшное зрелище. По словам свидетелей, полковник лежал в гробу как живой и вместо креста прижимал странную черную книгу. Ее по распоряжению архиепископа немедленно запечатали в ларец, а в грудь Дунина Барковского вбили осиновый кол. В этот же день тело Черниговского упыря вынесли из монастыря. После чего само тело сожгли, книгу тоже сожгли, после чего на эту местность оборужился ураган. Однако даже после этого странности в Чернигове не прекратились. Большинство сооружений, построенных на средства Дунина Барковского, вскоре исчезло с лица земли. Сгорели Воскресенская церковь и отреставрированный Спасский собор. Пропал подаренный Елецкому монастырю драгоценный иконостас. Зато, раскопав заброшенный колодец в имении покойного полковника, люди обнаружили лаз в небольшую келью. Неизвестные люди проникли на территорию его поместья и вроде как до утра успели вывести некие странные предметы, то ли это были золото, то ли, которое получилось в результате алхимических опытов, то ли другие ценности, то ли волшебные книги. Если бы о существовании кровавого графа Дракулы было известно раньше, то жители Чернигово намного быстрее распознали бы связь Дунина Барковского с нечистой силой. Но где в этой истории жизни украинского упыря правда, а где плод народной фантазии, сказать сегодня сложно. Мощная вспышка на Солнце, которая произошла в начале сентября, серьезно повредила магнитное поле Земли. Об этом сообщили ученые из лаборатории ФИАН. Солнечный ветер буквально прожег дыры в защитном слое, однако ученых поразило другое. Через неделю прорехи затянуло. И совсем атака не коснулась участков планеты над пирамидами. С чем связан подобный феномен? Могут ли мегалитические памятники действительно влиять на магнитное поле Земли? Зачем наши предки строили эти гигантские сооружения? Такое явление невероятной красоты можно было наблюдать в начале сентября. И не где-нибудь в Мурманске или Киркенессе, а в Москве и Петербурге. Причина мощнейшая магнитная буря. В течение недели она атаковала планету. Сила, с которой микрочастицы впивались в ее защитное поле, достигала максимальных девяти баллов. Вначале физики делали пугающие прогнозы. Достаточно десятка таких бурь, и Земля погибнет. Но неожиданно для себя они сделали сенсационное открытие. Магнитное поле Земли способно восстанавливаться. С помощью специального прибора ученые проверили, как сильно оно изменилось после сентябрьской атаки. Первые двое суток сквозь бреши без труда проникала радиация. Однако уже через семь дней прорехи затянуло. И самое главное, магнитный щит планеты оказался вовсе не поврежден над самыми крупными древними пирамидами. Но как такое возможно? О возникновении магнитного поля Земли и его функционировании спорят уже несколько десятков лет. Одни считают причину в металлическом ядре планеты, другие уверяют дело в магнитном поле всей совокупности металлов. Но последнее исследование заставляет задуматься над тем, какую роль в электромагнитном щите играют пирамиды. Исследователи считают, что защитный слой Земли может напрямую зависеть от пирамид. По данным геологов, в последний раз смена магнитных полюсов происходила 20 тысяч лет назад, что хронологически совпадает со временем строительства этих каменных сооружений. Радиоуглеродный анализ подтвердил, в этот период возвели целую сеть пирамид в Египте, в Боснии, Судане, Китае и в Мексике. Что же заставило древних людей строить эти конструкции? Исследователь древних цивилизаций Джим Хортак уверен, массовое появление пирамид связано с глобальной катастрофой. Примерно 20 тысяч лет назад случилось массовое затопление континентов. Изменился климат, начался ледниковый период. Его причиной стало падение метеорита или какого-то другого небесного тела. Из-за серьезных повреждений магнитного щита космическая радиация без труда стала проникать на Землю, что вызвало массовую гибель животных и людей, и, вероятнее всего, уцелевшие представители працивилизации построили эти устройства, чтобы сформировать новый защитный слой. Этой же точке зрения придерживается его коллега Самир Османажич. Несколько лет назад он открыл гигантскую пирамиду в Боснии и с тех пор изучает свойства этих мегалитов по всей Земле. Пирамиды — это очень сложные конструкции и энергетические машины. Это должна была быть более развитая цивилизация, даже более развитая, чем наша, потому что они располагали конструкции в самой сильной форме — в форме пирамиды, над потенциально энергетическими местами. Но как пирамиды влияют на магнитное поле Земли? Американские эксперты изучили физические свойства усыпальницы фараона Хеопса. Они пришли к выводу, что гранит, из которого сделана ее облицовка и помещение для саркофага, находящееся под землей, образуют единую систему и, по сути, являются частями ветряного генератора. Поток воздуха проникает через вентиляцию и по каналам внутри строения доходит до нижней камеры. Там эта энергия преобразуется и расходится, часть в космос, часть к центру Земли. Немецкий ученый профессор Курт Шильдма из Аненербе считал, что пирамиды на плато Гиза предназначены для глобальной синхронизации коллективного сознания человечества через воздействия на биоритмы людей с фокусированными инфразвуковыми вибрациями планеты. Однако последнее открытие говорит, что у пирамид совсем иное предназначение. Она не только использует магнитное поле для передачи сигнала, она сама его формирует. Впервые координаты магнитного полюса в Северном полушарии определили в 1831 году. С конца 19 века ученые заметили, что центры притяжения начали смещаться и с каждым годом этот крен становится все сильнее. Движение Северного магнитного полюса было зафиксировано японскими учеными в 1996 году. Его движение было малозаметно примерно 5-6 километров в год в сторону Евразийского континента. За последние 4-5 лет его скорость начинает возрастать от 40 50-60 километров в год. Эксперты считают, что смена полюсов может произойти в ближайшие 500 лет. По их мнению, процесс вызовет очень серьезные последствия. И для Земли это особенно опасно тем, что спешки на Солнце могут активировать 20 супервулканов. А что такое даже один супервулкан? Это мощность, превышающая взрыв атомной бомбы в Хиросиме в тысячу раз. Вот тысячи и больше. По другому сценарию Земля просто погрузится в каменный век. Прекратят работать спутники, транспорт, исчезнут телефонная связь и интернет. Однако есть надежда, что к тому времени специалисты разберутся в механизме возникновения магнитного поля и сумеют предотвратить катастрофу. Выдающийся французский математик Блес Паскаль говорил, «Я только с теми, кто ищет истину». С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Давайте искать истину вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok